Напомню, что классы InputStream и OutputStream абстрактные, и ничего не говорят о том, откуда данные читаются или куда пишутся. Давайте посмотрим, с какими источниками и получателями данных можно таки работать, и откуда брать экземпляры соответствующих конкретных классов наследников. Самая насущная потребность — это работа с файлами на диске, и она покрывается классами FileInputStream и FileOutputStream. В конструктор они принимают либо строку с путем к файлу, либо экземпляр Java.io файл. Если у нас на руках есть экземпляр нового класса Java.io файл Path, то получить поток, соответствующий ему, можно при помощи методов Files.newInputStream или Files.newOutputStream. Конкретный класс потока в этом случае мы не знаем. Он зависит от того, на какую реальную или виртуальную файловую систему указывает данный путь. Есть возможность прочитать ресурс из текущего класс Path, с которым запущена виртуальная машина. В зависимости от того, упакована ли наша программа в JAR, это будет либо файл внутри архива, либо файл на диске. Эта деталь от нас скрыта. Мы просто получаем InputStream, соответствующий содержимому файла. Вот так, например, класс может прочитать свой собственный байт-код. Предполагается, что дело происходит в классе с именем main. Стримы используются и для обмена данными по сети. Надо только сначала открыть сетевое соединение, сокет, а затем получить из него OutputStream, в который можно что-то выводить, и InputStream, из которого можно прочитать результат. Иногда данные уже записаны в памяти виртуальной машины, и мы хотим скормить их к какому-то коду, принимающему InputStream. Для этого есть класс ByteArrayInputStream. Аналогично можно подсунуть коду, записывающему данные в OutputStream, экземпляр класса ByteArrayOutputStream. А потом получить записанные данные в виде массива Byte. Такой трюк удобно использовать для тестирования своего кода.